Ребята, сегодня я покажу вам все секретки, которые можно найти на озере Мэдисон в Брукхейвен. Я уже показывал, ребята, разные секретки в каких-то разных местах Брукхейвена. Сегодня настало время посмотреть очень интересные вещи, ребята. Озеро Мэдисон. Это очень интересная локация, которая таит в себе очень много интересных секретов и прочего-прочего. Не забывайте про мой, кстати, новый ютуб-канал BrycePlay, где я играю в разные игры, прохождение снимаю и стримлю там каждый день. Поэтому, если ты хочешь со мной лично пообщаться, поиграть, поэтому заходи, я буду тебя ждать. Поддержи мой канал, помоги подписочкой, комментарием, лайкосиком. Ссылочка будет в описании, либо в закрепленном комментарии. Но мы уже подъезжаем к озеру Мэдисон, и тут, на самом деле, довольно большое количество интересных секретов. Конечно же, мы начнем с самых явных и визуальных, которые здесь у нас есть. Первое, что нам бросается в глаза, это, ребята, секретка с яхтой. Огромная яхта, которая здесь находится. И, естественно, тут у нас две секретки. Первая секретка у нас находится вот здесь. У нас, ребята, в яхте целых две секретки, которые я хочу вам показать. Первую мы можем найти в жилых помещениях, в жилой зоне. И вот здесь у нас в проходе есть вот такая вот замечательная секретная локация. С всякими там деньгами и прочим. И мы это все можем взять, кстати. Можем взять дробовик, можем взять вот эту штуку, можем взять пистолет и прочее, прочее. То есть это все у нас берется. Господи, спрячь ты. Интересно. Идем дальше. Тут еще есть одна секретка. Супер спрятанная. Не каждый может ее, в принципе, найти. Потому что это место прям супер закамуфляженное, запрятанное, уже его хрен найдешь. Вот тут у нас, смотрите, именно вот в этой локации у нас есть проходочка. Можем зайти внутрь и увидеть, ребята, что вульфпак здесь был. Это очень странная секретка, но очень прикольная. Хотя что это такое-то у нас? Какая-то лестница? А, точно, у нас же лестница. Мы же должны когда-то забраться. И вы с помощью этой секретки можете вообще по всему кораблю бегать. Ну, правда, если вы маленький, это намного проще. И это все, что у нас есть интересного в яхте. Да, поэтому мы двигаемся дальше. Следующее, что вы можете увидеть, ребята, это Summer Camp. Что это такое? Это у нас летний домик, где мы можем проводить свободное время с друзьями. Или, ну, просто как-то отдыхать, либо что-то в этом роде. Давайте же зайдем внутрь и посмотрим, что же там есть за секретки. И да, ребята, здесь есть секретка. И даже несколько. Итак, первая секретка, ребята, у нас прячется вот здесь. Это у нас, ребятки, потайная, потайну чердак. Да, где мы видим здесь с вами вот такую вот страшную куклу. Которая, к слову, у нас будет в Дизастер Пак. Да, я выпущу видео, ребята, где покажу вам все вот эти фишки в Дизастер Пак. Научу им пользоваться. Очень прикольная вещь. И смотрите, какая прелесть. То есть, это у нас вот такая вот интересная секреточка. Что она означает, понятия не имею. Ребята, вообще не знаю, что это такое. Но это прикольно. Вторая секретка, которая есть в этом Саммер Кемпе, это паук. Паук, который спаунится рандомно и в разное время. То есть, его здесь найти довольно-таки тяжело. Он у нас спаунится, ребята. Может быть, на крыше, может быть, под крышей. И вот мы, кстати, его видим. Вот, это не паук, это жук. Давайте, тут и жук, и паук есть. Тут разные, короче, появляются. Не знаю, я успею, чтобы он не скрылся никуда. Смотрите, вот он у нас. Опа, исчез. Прямо на глазах, ребята, вы видели? Здесь есть и жук, и паук. И вот что-то в этом роде, короче. Поэтому вот так вот нужно следить внимательно, ребята. Чтобы он за жопу не укусил, пока спать будете. Так, ладно, я думаю, на этом все здесь. И следующий, ребят, секрет, который вам очень понравится. Идем ее смотреть. Для этой секретки, раз уж мы здесь, у меня есть премиум, и я могу поставить здесь дом. Давайте мы его поставим, вы сейчас все увидите. Здесь нам понадобится поставить дом специальный. Это у нас вот этот дом. Вы спросите, ну, если, в принципе, вы на озере Мэдисона любой дом поставите, здесь будет секретка? Но нет, ребята, вы немножечко не правы. Давайте нам бинокль больше не нужен. И если мы поднимемся наверх, да. Давайте, давайте так, давайте так. А хотя не надо, давайте не так, давайте не так, давайте не так, давайте не так. Вот сюда заходим. Залазим сюда. Все очень просто, да, я знаю. Поднимаемся. Смотрите, что у нас тут. У нас здесь лежат вот эти вот когти. И вот такой вот сейф. Да. Это вообще по херу, нам это не важно, но когти нужно взять. Теперь что мы делаем? Удаляем дом. Нам больше не нужен. После того, как вы взяли когти в этом доме, вот здесь, за этим водопадом, ребята, у нас происходят очень-очень страшные вещи. Смотрите. У нас здесь под пещерой появляются вот такие вот когти, которые мы можем опять же взять. Вы можете проверить, не брав эти когти в доме, можете проверить, здесь ничего не будет. Как только вы берете когти в доме, они здесь появляются. Зачем? Крен знает, я не знаю. Вот появляются и появляются. Больше у меня вариантов нет, зачем они здесь нужны. Просто появляются, потому что им так кайф. Может быть, может быть и нет. Я не знаю, что-то в этом роде, да. Окей, идем дальше. Следующий, ребята, у нас секретка. Очень-очень интересная. Ну, я думаю, ребята, вы все ее прекрасно знаете. Это у нас секретка с красной водой. Да. Что за красная вода? Вот тут. И если мы опустимся вниз, мы увидим красное вот такое вот свечение. Как будто это вода, наполненная кровью. Как будто здесь кровь. И посмотрите, что у нас здесь светится красным лицо. Ребята, здесь явно что-то есть. Здесь явно какая-то проблема. Но, к сожалению, здесь ничего нет. Я исследовал здесь абсолютно все. Ничего. Давайте вот даже сейчас при вас это покажу. Мы спускаемся вниз. Вот так вот. Нам нужно просто бошку вкинуть, чтобы посмотреть, что у нас внизу. И у нас тут ничего нет. Просто вот такое красное свечение. Как будто здесь все заполнено кровью. Но отсюда это особо не видно. Но если голову убрать под воду, то тут видно все. Очень стремная фигня. Я не знаю, ребята, что это такое. Вы можете написать в комментариях. Но реально страшно. Реально страшно. Я не знаю, увижу ли я здесь что-то, какое-то продолжение или нет. Но это реально настораживает. Окей. Это еще не все, ребята. Да, здесь есть еще одна секретка. И она довольно-таки прикольная. Как вы знаете, у нас есть кинопленка. Да, эта кинопленка была, так скажем, ну как вам сказать. Она была известна всем, но не каждый ее помнит. Вот так вот. А там было написано, ну точнее было показано, что вот эту камеру ставило агентство. Они, там было показано, как они это ставили. Да. Это, ребята, у нас непростая камера. Если мы на нее нажмем, вот сюда. Видите, у нас даже курсор показывает, что это можно нажать. И мы садимся, например, в нашу тачку. И уезжаем отсюда. К слову, у меня тут на вип-сервере подписчик сидит. Так, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так. И смотрим, что же у нас здесь, ребята, мы увидим. Это просто капец. Давайте подъезжаем сюда. А что я так медленно еду? Давай соточку нам. Соточка это хорошо. Так. Так, забираемся сюда. И что я же здесь увижу? Если мы спустимся вниз, да, то... Тихо. После нажатия на эту камеру, здесь у нас появится вот такая вот... Тихо, мне не надо садиться. Вот такая вот надпись Агентство. Вы поняли? Да, ребята, вот такая вот фигня тут существует. И она здесь не просто так. Потому что здесь, вот эта кнопка, когда мы нажимаем на камеру, у нас активируется сеть секреток. Связь, линия секреток. Не знаю, секретная линия, или как хотите так и называйте. И она, ребята, нас приводит к карбону. Да, посмотрите видео. Обязательно я это делал. И это, в принципе, ребята, все секретки, которые есть в озере Мэдисон. Вы можете написать в комментариях, какие именно секретки вы знаете еще в озере Мэдисон. Может быть, я что-то пропустил. Ну и, конечно же, не забывайте про мой второй YouTube-канал BricePlay, где я вас всех жду. В описании будет ссылочка, либо в закрепленном комментарии. Обязательно подписывайтесь, я буду очень-очень рад. Продолжение следует...